Всем хорошего дня! Сегодня у нас тоже выдался хороший день, солнечное и тёплое. Это очень редкий день в августе этого года, поэтому я пошла на дачу и хотела бы вам показать, что я поснимала. Поснимала я яблоки, то количество яблок, сколько в этом году уродилось на нашей яблонике. В прошлом и позапрошлом году яблоня отдыхала, а в этом году она невероятно сильно плодоносит, ветки склоняются до земли. Вот так было в мае справа количество цвета и слева это август, сколько яблок в этом месяце. Яблок так много, что несмотря на то, что там установлены поддержки для веток, тем не менее, сегодня ждала отломлена большая ветвь с яблоками. И сейчас я буду снимать яблоки с этой ветви, которая сломалась, и складывать их в корзину. Секатором пришлось удалить эту ветку надломленную. Надломилась она почти полностью, держалась чуть-чуть на коре, там кусочек небольшой, все это срезала секатором. Вот сейчас буду все эти яблоки, и небольшие такие, наполняйте мне корзин. Это очень тяжелые ветки, сейчас я вот полегаю их, конечно, очень много килограмм. Вчера был дождь, почти целый день, поэтому ветки, листья, все было тяжело, мокрое, и могла прилететь здесь птица. Вот видите, тоненькая веточка, такой вес, конечно же, она сломалась под тяжестью яблок. И плюс еще, повторяю, вчера был такой дождливый день, наверное, все было сырое, тяжелое, от листьев, от влаги, и ветка вот сломалась. Под яблоки я приготовила корзину, я не знаю, влезет или нет, может даже больше яблок. Но у меня уже нет никаких больше корзин-ведер для яблоков. О, тыковку вам покажу. Уже тоже не влезает, не помещается на грядке тыковкой вот сюда. Плетьи свои раскинула с тыковками. Даем тыкву и переходим к яблокам. Сейчас я буду их собирать, обрывать, собирать в эту корзинку. Приготовлю корзинку, возьму ветку. Ох, какая она тяжелая. Представляю, как вчера и было яблоньки тяжело. Вчера дождливый день был, плюс, может, порыв ветра, ветку сломала, конечно. Очень тяжелая ветка. Вот я ее поднимаю. Много килограмм тут. Смотря на то, что кажется, вот они такие небольшие яблочки. И вроде как бы не должны большого веса давать, но очень тяжело. Работаю я в перчатках. Так удобнее. В году родилось очень много яблок. И мы едва успеваем все это убирать, перерабатывать. Я варю варенье, джемы, мармелад готовила. Раздаю знакомым, родственникам. Много килограммов уже раздали. И тем не менее, очень много яблок в этом году. Но не каждый год столько яблок. Во-первых, мы на севере, и здесь не так часто яблони полотносят вот так обильно. Вот бывает, что год, два, иногда три даже яблони просто отдыхают. Вот один год, значит, большой урожай яблок. А потом несколько лет, может, или год отдыхать. В прошлом году на этой яблони вообще не было яблок. Вот вообще не было. И мы ходили, просто смотрели, и уже вот у меня так была мысль о том, что, ну, просто эту яблоню надо спилить. Она уже все не плодоносит. Вот. Она несколько лет стояла, как бы отдыхала. Несколько лет, вы представляете? А вот в этом году все яблони, как вот сговорились, очень много яблок нам подарили. Сегодня шла на дачу и думаю, что бы мне снять такое интересное на даче. Какие там цветочки поснимать, что расцвело там, может, подсолнухи или флоксы там. Иду, ну, размышляю. Вот позвонила, спросила. Говорю, вот что бы мне такое поснимать, не подскажете? Вот. Ну, тоже так. Поснимаю что-нибудь там на даче. Прихожу на дачу. И вот такой сюрприз на даче. Яблони от тяжести яблок вот сломала ветку даже. Так что вот сама с собой родилась идея видео показать вам и урожай яблок. И вот как ветку нам сломала вчера. В холодный дождливый день. Под тяжестью сырых веток. Ну, скорее всего, еще, понимаете, ветер мог быть. Плюс у нас тут и ежики, и птички на даче обитают. Когда хожу, так все смотрю под ноги. Потому что есть ежик мама. Еще маленькие ежики. И вот надо следить очень. Потому что бывает они там пробегают не спеша. Особенно они под этой яблони любят жить у нас, ежики. Видимо, любят этими яблочками питаться. Вот такая ветка нескончаемая, много яблок. Все еще не могу все убрать с нее, все яблочки собрать. Это же сколько в корзине. Видите? Надеюсь, все влезет в корзину, потому что у меня уже больше не хватает ни ведер, ни корзин. Для такого количества яблок. Но я завтра с утра встаю и буду все перерабатывать. И посушу еще яблок. И вот буду делать, продолжать повидло яблочное. Джемы. Вторая яблоня. У меня тоже очень много яблок, на которые было. Вот она сбрасывала просто яблоки. Там ветки не ломались. Мы подпорки, конечно, поставили. Но она просто сама сбрасывала яблони. Так вот постепенно. Яблоки просто падали, падали. И как бы ветви не ломались. А вот эта яблоня, она держит яблоки крепко. Она так крепко держит, что лучше ветка сломается вместе с яблоками, чем она там сбросит лишние яблоки. Но тут, видите, там подпорок не установить. Много веток. Под каждую ветку не установить. Вот. И вот сломалась. Ну, вот я хожу, когда на дачу, там тоже есть сады, есть деревья яблочные. Тоже у многих, смотрю, ломала под тяжестью яблок ветви. Видела тоже. Тоже последняя ветка. Все, скоро заканчивается. Практически полная корзина уже. И ветку, вот та, что сломалась на яблоне. Я уже практически все очистила от яблок. Эту сломанную ветвь. Сейчас я вам покажу, сколько яблок в корзине. Вот ветка какая, видите, большая. Вот яблоки. Это ведерко еще яблок набралось. И вот целая корзина. Это вот с ветви, которая сломалась. Очень много яблок. Тяжеленькая такая корзина. Конечно, было тяжело в ветке этой тоненькой выдерживать все это. Вот, идеально. Полная корзина. А то я переживала, что у меня не войдет все в корзину. У меня уже все ведра, корзинки. Все, что можно, уже занято яблоками. И куда снова складывать, я уже просто ума не приложу. Вот, ну, как раз, видите, все вошло. Корзину и ведерко. Сейчас я вам хочу как-то это показать аккуратно, чтобы не высыпалось вот столько яблок. Конечно, они не совсем такие зрелые еще. Но тут уж выбирать не приходится, раз ветка под тяжестью яблок сломалась, то мы, конечно, собрали все. Пока они такие все хорошие, свеженькие. Все собрали и я повезу. Потом буду делать джем, яблочный джем. Сейчас я вам покажу. Вот, какая красота. Солнечный денек сегодня приятный, такой тепленький. Вот, и яблоки. Смотрите, какая красота. Очень красиво смотрится и на картинки, на видео. Ну, вот в реальной жизни оно еще красивее. Так вот залюбуешься просто. Конечно, скучали мы по этому урожаю, потому что несколько лет у нас, я вот говорила уже, яблони просто отдыхала. Просто вообще. Вот даже она в мае не цвела. И яблок вообще не было, отдыхала. Но вот в этом году она очень много яблок нам подарила. Спасибо ей большое. В общем, такое у нас яблочное лето 2019. Очень большой урожай яблок у всех. Всем спасибо за просмотр. За такое вот видео я вам хотела снять, показать. Спасибо за просмотр. Поздравляю с наступающим яблочным спасом. 19 августа. Всем пока.